МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускникам пришлось подождать. Торжественную часть предварял часовой концерт. Добавило волнение и присутствие высокого гостя. В ВУЗ приехал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Зубарев. Постоянные зрители нашего канала не ошиблись. Это корреспондент Екатерина Болдырева не теряет времени в декрете. Получает уже третий диплом. Как и еще 3320 человек, выпускников одного из ведущих ВУЗов региона. Первый день, кажется, только был вчера, а вот он уже и выпускной. Ну, все было классно. Я ни о чем не жалею. Я благодарна этому университету. 60 выпускников являются гражданами других государств. Юго-Западный университет входит в восьмерку российских ВУЗов, где выдают дипломы европейского образца. Я очень рад. Я вообще не верю, что я уже 25 лет в России. Очень рад сегодня, что я получил мой диплом. А это отец Питер, католический священник, курирующий иностранных студентов в Курске и соседних городах. Рассказывает, как не замерзнуть холодной русской зимой, поддерживают духовно. Капеллан уверен, в написании диплома только на Божью помощь рассчитывать не стоит. Не-не-не. Просто, конечно, совет. Надо хорошо учиться. Это очень важно. Надо посещать занятия. Прогулять уроки не надо, потому что если человек приехал, чтобы учиться, он должен знать, что он приехал, чтобы учиться. А учиться – это надо учиться. Инженеры и экономисты, правоохранители и лингвисты, специалисты в области сервиса, туризма и международных отношений. Но главное, с самого начала, то есть с 1964 года, ВУЗ славится профессионалами в области машиностроения, технологии, металловедения. Славится теми, кто обеспечивает производство готового конкурентоспособного продукта. А уже все остальное – это сфера обслуживания этого продукта. Поэтому я и делаю акцент на этом вкладе университета, и сразу же определяю задачу. Вот с этого курса университет не должен никогда никуда уходить. Выпускники, в свою очередь, обещают не подвезти.